Секрет железного здоровья в железном спорте. В этом уверена Надежда Александровна Марочкина, многократная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов. Всю жизнь проработав на стройке, после выхода на пенсию она стала скучать по тяжелой нагрузке и нашла выход. Три раза в неделю ходит в зал и поднимает по нескольку тонн за тренировку. Нам даже летом снятся белые снега. Нам просто скучно, без зимы и без войжни. И не пугают нас морозы, мурганы. Нам даже летом снятся белые снега. Их будет догонить, просто скучно. Теоретип пенсионеров у нас такой. Бабушки, это и в моих глазах тоже, сидят на лавочках, сплетничают, худеют все шире и шире, килограмм до 150. И в результате что? Болячки. То колени болят, то спины болят. Когда я иду, они все говорят, мать, как ты хорошо выглядишь, нам бы так. Я говорю, со мной давайте в зал, в зал, в зал. А вам сколько лет? В 66. В 66? Да. Это все зал. Приходите все в зал. Да, выглядит она намного моложе, конечно. Можем ей 20 лет убрать, и это будет нормально. То есть в таком бортости она может управлять своим телом. Это очень важно. Когда человек может управлять своим телом, значит, это он достиг самых высоких вершин. Судя по силовым, это прям и пластика, эластичность, эластичность связок. То, что сейчас тут колесо наделал, это просто. Не каждая молодежь сможет это сделать. Ей 66 лет. А вот вы ей дадите 66 лет, я не ей дам. Ни в коем случае, ни в коем случае. Максимум лет 35. Спасибо. Она красивая женщина до сих пор. У нее лишнего ничего, у нее нету. Значит, и она бодро шагает по жизни, и за собой молодежь извлекает. Вот были соревнования, девчонки смотрят, Марочкина какая-то. Многие хотят быть на нее похожи. Первая специальность маляр-штукатура, а по большому еще по реставратору я училась. Ну, это такой же, как маляр-штукатур, только более утонченная работа здесь. И так как уже работу я закончила, маляр-штукатура, а мышцы поросили нагрузки, встретила знакомых ребят, пригласили в зал сюда, именно в этот зал. Пошла подкачать. Мягкое место, и до сих пор качаю. А зачем? Кто-то же обходится. Ну, а мне так и нравится. Хочется выглядеть всегда хорошо. Вот. Такой вот. А вам слабо? Я ее знаю с 1974 года, вместе бегали на лыжах, были результаты. Потом мы ее пригласили, были турниры. Нам не хватало женщин, бушуевский турнир был, обязательно женщин. Мы ее попросили. У нее пошло тяжелые атлетики. То есть, с каждым выступлением результат у нее повышался. Это все мое. Это мои награды, мои победы. Здесь все победы. И это только начало. Ни одному проигрышу, я считаю. Чемпионат Европы, чемпионат мира, победы местного назначения, районные, областные. Сколько всего? Всего мне 53 медали. А какая самая сложная победа? Все сложные. Всегда начинать тяжело, и все дается с большим трудом. Не потрудишься, ничего не заработаешь. Секрет ее побед – это целеустремленность и здоровый образ жизни. Невзирая на погодные условия, она всегда не пропускала ни одной тренировки. Она всегда стремилась, чтобы день у нее не пропал. И огромный труд – это на тренировке. Вот, несмотря на красивую фигуру, ей приходилось, ну, где-то до 7 тонн ворочать. Вообще, это тренировочный подход – 50 кг, лучший результат – 120 кг. Чемпионат был Европы в Геленджике, то есть в Новодвинске, в прошлом году. Прошлая весна была, 28 мая. Вопросов нет, делайте. Просто сейчас лето, и я нагружаю себя сильно, отдых даю. Будем готовиться к следующему соревнованию. Сверстницы уже в любом случае ходят с клюшечкой, вот, и как бы уже ни про какой спорт это уже речь не идет. А тут прям им пример огромный, что вот, можно делать такое. Спорт мне дает хорошие силы, чувствую себя очень хорошо. На больничный хожу по сравнению со своими сверстниками, и даже моложе меня, которые девочки ходят, почти всю зиму на больничном. И таблетки практически, я не знаю, какая это от чего. Единственное, знаю, что цитрамон, если болит голова. А вот это какое-то давление зашкаливает, голова болит. Вот недавно сдавали мои анализы все, анализы все хорошие, сахар даже чуть ниже нормы, как у многих уже зашкаливает. Что говорят ваши подруги? Не может такого быть. Я говорю, может, приходите в зал, будет у вас то же самое. Ближайшее соревнование, которым готовится Надежда, это чемпионат мира. И пожелаем нашей землячке удачи и золотых медалей. Александр Алешин, Сети НН.